Рыба! Ха-ха-ха-ха! Рыба! Эх... Ну никак не могу разобраться со своим личным бюджетом. Ну никак. Ну вот вы сами посудите. Я, значит, зарабатываю 140, жена 100. Всего 240. Это как-никак А80 полулитровок. Московских. Ну, кажется, жить можно, да? Теперь считай. За квартиру платить надо? Надо. Три полулитра долой. За свет два полулитра. За телефон одну. Вот оно и выходит, что на жизнь больше, чем 74 бутылки не остается. Теперь дальше. Мне проездной билет, жене проездной билет. Два полулитра долой. Теперь дочка у меня во втором классе, отличница, на рояле играет. Ей на карманные расходы надо? Надо. Ну, в буфет сходить, там, мороженое купить. В общем, одним словом, пять полулитровок это клади ребенку на питание. Так? Теперь культурный досуг. В кино семью и сходить? Четвертинки нету. Потом жена требует хоть раз в месяц, а в театр сходить. А театр, товарищи, вещь дорогая. Вот, значит, мы с женой, значит, на премьеру ходили. Хоть места у нас были на балконе, так, а полулитра-то мы просидели. А покупок я уж вообще не говорил. Галстук в горошек четвертинка, кашне в рябчик полулитра. Вот оно и считай, значит. Туда, значит, сюда, считай, прикидывай, а на жизнь больше, чем тридцать полулитровок не остается. Значит, что, бутылка в день? А у меня семья три человека. Значит, бутылка на троих. Ну, не мне же вам рассказывать. Тьфу, щекотание в горле. Вот и живи, как знаешь. Только пустая посуда и выручает. Вот, в прошлый месяц я бутылки сдал, телевизор купил. Сейчас буду на сервант собирать. Ну, а как же? Вот только правда, значит, я не знаю, правда или нет. Ребята говорили, что, значит, водку будут выпускать, значит, в пакетиках. Вроде как молоко. Так это что же получится? Ну, вы сами подумайте, что же это получится? Как же я тогда сведу свой личный бюджет? Как жить дальше?